Пятый канал представляет Откройте, пожалуйста Извините, мы еще не открылись Понимаете Подождите минут десять Вам угрожает опасность Что случилось? Сложно объяснить, но я чувствую, что... А, ну если чувствуете, психиатр принимает на соседнюю... Нет, нет, вы неправильно поняли Оля, помоги Давайте выходим, а то я сейчас полицию вызову Да я сама из полиции Вот, закройте дверь Быстрее, быстрее, быстрее Шаг назад, живо! Стоять на месте! Вверх на замок! Табличка, что мне не беспокойно Толь, ты чего? Делай это! Тебя тоже касается! Пошли туда, быстро! Шаги закрывай Двигайся! Вперед Живее! Живее! Сели! Сели! Телефон отключить, сдать мне Дубинку тоже Эй, тиша, успокойтесь Нас всех скоро отпустят Ведь когда хотят убить Стреляют сразу и без предупреждения Правильно? Да нет Ошибаешься Один из вас Живым отсюда точно не выйдет Эй, тиша, успокоиться Продолжение следует... Продолжение следует... Я пришел узнать правду, и виновный будет наказан. Опустите ружье, пожалуйста. Вдруг оно случайно выстрелит? Лучше от этого точно никому не будет. Нам бежать некуда. Коль, отпустил бы меня по старой памяти. Ну не чужие же люди. Алла, ты тоже под подозрением. Могу отпустить только ее. Ты же здесь не работаешь, верно? Мимо проходила. Ну вот, извини, так получилось. Придется остаться. Я тебя отпущу, обещаю. Но позже, а то еще побежишь мне там звонить. Напомню вам одну историю. Месяц назад погибла моя невеста Зина. А вместе с ней и мой сын. Кто-то опрокинул на беременную женщину гребаный стеллаж с книгами. Кто же это был? Это был несчастный случай. Зина сама опрокинула на себя стеллаж. Нет. Ее вынудили так сказать. Я забрала следователя. Что? Меня хотели убить. Что ты говоришь с ней? На камере. Кто хотел? Она записала. Что записала, Зиночка? Говори. Не знаю. Зиночка, что? Срочно, обращай в свою палату! Вы что же не срочно? На самом деле Зину убили. Она хотела изменить показания. Кто это был? Ты? Ну, Оля, обещала двадцать минут. Сколько времени уже прошло? И главное, телефон отключен. Пробок по ее маршруту нет. Какие пробки? Она пешком. Ну что, так не появилась? Я не знаю, может быть, она отвлеклась на что-нибудь. Не до такой же степени. А может мне ее телефон пробить? Ник, конечно, конечно, давай пробивай. Мне нужно знать, что записала камера видеонаблюдения. Я все уже рассказал, следователь. Камера была сломана до того, как это все случилось. Дальше. А к запись не шла. Что было дальше, вспоминайте вы все! Вспоминайте! Я камеру протирала в тот день. Рабочая камера была. Теплая. А ты то ли наорал на меня, что я оптику порчу. Стал бы ты беспокоиться за сломанную камеру. Так это ты ее и сломала. Батюшки, да ты что говоришь? Неужели ты ее убил? Бедная Зиночка. Так это что? Что пройдешь? Ты гад! Дура, что ты несешь? У Зинки пресмертный бред был. Что мы тут выясняем-то? Ты же не веришь никому. Ты же сюда за правду пришел. Ты так сказал. Чего ты ей поверил? Если он не виноват, ты как потом с этим жить будешь? А тебе-то чего надо? Ты же мимо проходила. Я из полиции. И теперь тоже хочу разобраться. Уберите ружье. Если он виноват, его накажут. Я лично за этим прослежу. Вам звонят, ответьте. Ты из полиции? Мимо проходила, да? Да. А что в полиции? Книги не читают? А ты знаешь, что сделал следа, когда я попросил его продолжить расследование? Нет, не знаю. Он упек меня в обезьянник. Я вас знаю. Я сдамся, а вы меня. Тут же под белорученьки, да? Где же она? Второй круг наматываем. Где-то здесь. Сигнал отсюда идет. А ну-ка, останови. Да я не знаю. Безобразие какое-то. Сегодня же выставка книг современной поэзии. А тут санитарный день. Послушайте. Если вы сейчас хоть кого-нибудь здесь убьете, вас спасает это, вы понимаете? И вы ничего не добьетесь, ничего не узнаете. Я прошу вас. Отпустите заложников. Я обещаю вам, что дам показания, лично дам показания, что вы действовали в состоянии аффекта. Да ты пойми, мне все отняли. Невесту, сына, все понимаешь? Я понимаю. Но у вас же есть кто-то еще. Вам звонят. Ответьте, может быть, это важно? Да, Кость, что случилось? Нет, я не дома. Послушай. Я хотел сказать тебе, я хотел сказать тебе, прости меня, слышишь? Может, не надо было приходить в эту чертовую библиотеку, но я не успокоюсь. Я не успокоюсь, пока не узнаю правды. Когда-нибудь ты меня поймешь. Что случилось? Что за шум? Сегодня выставка современной поэзии. А тут санитарный день, все закрыто. Я не понимаю, что происходит. Взобразие какое-то. Что это? Мои коллеги из полиции. Откройте! Полиция! Поверьте, вам лучше сдаться сейчас. Откройте! Полиция! Скажи им, что вы ушли. Помощь нужна? Уходите, прошу. Уверена? Уверена. Дайте хотя бы полчаса. Ладно. Договорились. Ты что, не понимаешь? Нет. Вы понимаете, что у вас сейчас только один выход. Это сдаться. Дальше будет штурм. И замять это дело уже не получится. Сядь. Со своей стороны я вам обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы вам дали минимальный срок. Я обещаю. Ты же сказала полчаса обманула? Метелицу посещает видение. Неизвестный стреляет в заложников. Пытаясь предотвратить трагедию, Метелица сама оказывается среди заложников в библиотеке, куда приходит с ружьем Николай. Он хочет выяснить, кто виноват в гибели его беременной невесты. Зины, Жданова и Семенович проникают в библиотеку. Николай стреляет в Метелицу. Руки! Бежать! Бинго! Оль, ты как? Нормально. Все живы. Назовите мое пресса. Можно пару вопросов? Нельзя. где отец? Он по телефону разговаривал, будто прощался. Да он у всех заложники взял, благо не убил никого. Вон, Костя, в той машине, видишь? Арестовали его, увезли. Инга, ты пойми, что я пообещала Николаю, что мы поможем. Оля, он тебя чуть не убил. Мы его обманули, ну сдали у человека нервы, ну зачем на него вешать лишнюю статью? Лишнюю статью? Ты считаешь, что покушение на сотрудника полиции при исполнении это лишняя статья? Я ему слово дала. Оля, ну что ты, как? Я нормально. Нам надо взять дело о гибели невесты Николая Иванова на пересмотр. Похоже, там действительно убийство. Ага, похоже, это не аргументы. Можно я хотя бы охранника допрошу? Я чувствую, что он врет. Конечно. Спасибо. Да, я действительно соврал следователю. Камера оказалась сломана именно после трагедии с Зиной. А потом она умерла. Я испугался. Испугались? Почему? Мы к выставке готовились. Я должен был стеллажи подвинуть, камеру проверить. А вместо этого оставил Зину одну, а сам уехал к маме. У нее сердце. А если бы у следователя возникли лишние вопросы, он же бы меня первого во всем обвинил. И вы предпочли дать ложные показания? Так я же думал, что камера-то литка уборщица случайно сломала. Правда, там еще записи на компе были, и их кто-то стер. Про это вы тоже не сказали следователю? Не сказал. Метельцы права, но не передадут это дело. Захват заложников не совсем наш профиль. Но я попробую договориться, чтобы мы могли присоединиться к расследованию. Так, вы сказали, что уехали к больной маме. Во сколько вы вызвали скорую? Звонки регистрируются, и по ним можно будет легко доказать ваше алиби. Так мама таблетки приняла, и легче стало. Она вечно так. То напугала, я чуть в аварию не попал, пока к ней мчался. То скорую не надо. Съездите к ней, прошу вас. Она, правда, недоверчивая, может не открыть, но хотя бы убедиться, что все хорошо. Хорошо. Элла, здравствуйте. А где же ваша уборщица? А, Лида? А я ее отпустила. Она показания давала, перенервничала. А кто это там? А это, это тот самый следак, который дело замял. Что, товарищ Котов, решили поработать? Не позднались, похватились. Это мое первое самостоятельное дело. Я просто пытаюсь понять свои ошибки. Зина ведь дала предельно ясные показания, что никто не виноват. Она сама уронила на себя стеллаж с книгами, потеряла сознание, потом очнулась и вызвала скорую. Вы бы на моем месте не поверили? Знаете, вообще не склонна доверять людям. А вот законам физики, пожалуй, я доверяю. Попытайтесь сдвинуть вот этот стеллаж. Весомый. А почему вы поверили охраннику? Ведь он соврал о камере. Я же не детектор лжи. Просто поверил. Хорошо, давайте еще раз снимать. Что вы здесь видите? Стеллажи стоят слишком близко друг к другу. Если предположить, что их кто-то намеренно толкнул, то с огромной вероятностью преступник сам получил бы травму. Но он бы просто не успел отскочить бы от этой махины с книгами. Вот видите, физика и вам не чужда. Элла! Я бы хотела книги с этого стеллажа взять на экспертизу. Да, хорошо. И скажите, пожалуйста, в последнее время из ваших сотрудников никто не получал травму? Нет, нет, нет. А принести книги? Да, конечно. Спасибо. Хорошо. Вот так вот. Да, я разберусь. Так точно. Хорошо. Да. Катяна Андреевна? Дима, ты уже слышал про эту статью блогерши Екатерины? А, мы все заложники своих, сделай репост, так далее, так далее, тому подобное. Бред полный. Ну, бред или нет, а начальство уже интересуется, откуда мы узнали заранее, что в библиотеке будут заложники. Екатерина так написала. Ну, это же метельца всех предупредила. А кто-то из сотрудников библиотеки проболтался. Дим, разберись, пожалуйста, с этим безумием. Обязательно. Надежда Петровна, я сама из полиции. Мне ваш сын Толя дал адрес. А я вам не верю. Уходите. Мне очень нужны ваши показания, чтобы помочь ему. Его в убийстве обвиняют, понимаете? Я открою только своему сыну. И это кто-то читает еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, как у вас напряглись мышцы. Это так мужественно. Спасибо, конечно. Но, простите, вы кто? Сразу видно, что вот этот к нам не нужен. В каком это смысле? Во всех, даже самых смелых. Но прежде, можно, пожалуйста, интервью? Ага. Скажите, откуда ваш сотрудник заранее знал, что будут заложники? Ну, так это у нас метелица, экстрасенс. Я даже думать перед ней иногда боюсь. Ой. Екатерина, добрый день, это я вам звонил. Прошу в мой кабинет. Направо. Ох ты. Я уже все рассказал следователю. Латынина Зинаида умерла в больнице спустя несколько дней после травмы. А можно установить точное время получения травмы? Просто от этого зависит алиби подозреваемого. Посмотрите время поступления в карте. Травма получена за час, не более. 21,05. У Зины, помимо сильного сотрясения, была повреждена артерия на ноге. Если бы прошло более часа, она бы истекла кровью. Ясно. Ну, охранник, алиби. Так. У вас все? А то мне надо идти и обход. Так, подождите секундочку. Я правильно понимаю, что состояние у Зины стабилизировалось? Да. И у нее, и у ребенка. Ей надо было просто лежать и не нервничать. Но у нее случился эмоциональный пароксизм, что и привело к смерти. Из-за чего? Понятия не имею. Это случилось ближе к ночи. Посетителей не было, то и быть не могло. Палата одна местная. Не знаю. Спасибо. Николай захватывает в заложники сотрудников библиотеки, пытаясь выяснить, кто из них причастен к гибели его беременной невесты Зины. Свои выясняют, что Зина после травмы, полученной в библиотеке, шла на поправку, но внезапно скончалась в больнице, а незадолго до смерти хотела изменить свои показания. Я напишу опровержение и от вас отстанут. Но у меня одно условие. Слушаю. Мне нужно интервью с самой метелицей. Хороший чай. Рад, что вам чай понравился. Договорились? Я дам вам номер метелицы. А у вас можно взять интервью в неформальной обстановке? Разобрался? Жду вашего звонка. Я посмотрела графики дежурств. В ночь убийства Зины дежурила медсестра Лана Леонова. Но она уволилась, телефон не отвечает. Странно, да? Смотри, у Анатолия, у охранника, у него алиби. Я вот все думаю. Я когда была в заложниках, я поняла, что у Эллы и Николая когда-то что-то было. Смотри, ревность. Мотив? Мотив. Мотив. Прости. Да, Лев Романович. Что? Кровь? Да, да, я поняла. Спасибо. Вайсберг на корешке одной из книг обнаружил кровь. Она, видимо, упала и задела убийцу. Кровь редкой группы. Четвертая отрицательная. А у Зины первая. Кстати, сегодня уже поздно. Давай-ка завтра прокатимся в библиотеку. с утра. Но нужно успеть к открытию. Естественно. Элла, здравствуйте. 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 У нас к вам один вопрос остался. Простите, а что вас связывало с Николаем? Это не имеет отношения к делу. А какая у вас группа крови? Четвертая отрицательная? А это тут при чем? Вам не жарко в шарфике? Снимите вы его уже, наконец. Что вы там прячете? Вам придется проехать с нами. Да? Ольга. Здравствуйте. Мне ваш начальник обещал встречу с вами. Нет, извините, я сейчас не могу. Извините. Ну-ну, дождешься у меня. Элла, судя по состоянию вашей раны, у вас травма случилась где-то около месяца назад. Смею предположить, что в тот день, когда вы толкнули стеллаж на Зину. Да нет, эта царапина у меня уж месяца два. Книга на меня упала. У вас был роман с Николаем? Да. Ну, а потом Зина появилась. Нет, я, конечно, и переживала, и ревновала, но я бы не стала. Элла, а вы наблюдаете все у гематолога? Что? У гематолога, говорю, наблюдаете все? Нет. Алло, Элла Романович, здравствуйте. Лев Романович, нам бы кровь взять на анализ. Хорошо. Мы подойдем. О, Оля, у меня как раз инфа. Лана Леонова, медсестра, уволилась из больницы, выписалась из общежития и возвращается в свой родной Мурманск буквально через полтора часа поезд Ландожского вокзала. А раньше нельзя было сказать. Раньше только твой третий глаз. Спасибо. Не за что. Ну что, ты абсолютно права. У Эллы политоцитомия. И поэтому рана у нее заживает дольше, и поэтому ее царапины на шее не менее двух месяцев. И стеллажи в таком состоянии толкать затруднительно. Стеллажи в любом состоянии толкать затруднительно. Это да. У меня поезд через час. У нас всего пара вопросов. Мы много времени не займем. Помоги, Семенович. Давайте. Я здесь. Хорошо. Да, я помню эту пациентку. Жалко ее безумно. Она же беременная была. Лан, а почему у Зины случился этот эмоциональный пароксизм? К ней кто-то приходил? Нет, нет. Ну, хотя к ней же медбрат заходил. Но что он мог такого, чтобы давление подскочило так? Да, а где найти этого медбрата? Не знаю, я его один раз видела. А почему полиции про него не рассказали? Так и не спрашивал никто. А описать вы его сможете? Ой, вы что? Я его один раз видела. Лана, вы знаете, вообще считается, что человек запоминает все, даже незначительные вещи. На подкорке все записывается. Тут самое главное уметь достать из памяти. Давайте мы с вами сделаем одну штуку. Получается, у всех подозреваем о халибе. А кого из сотрудников библиотеки еще не проверили? Уборщицу, но у нее нет мотива. Николай совершил ошибку, когда решил искать подозреваемых там, в библиотеке. Лана, здесь тихо. Как в ту ночь на дежурстве. Вы видите медбрата. Опишите его. Опишите его. Опишите его. Опишите его. У него правая нога в районе щекотки привязаны. Так. Скажите, а повязка сделана профессионально? Вы медсестра. Вы можете определить. Привязку делал врач, но она не свежая. Что случилось? Почему голос другой? на поезд? Вы что с ума сошли? Я же на поезд опоздала. Вы обещали быстро. Я вам обещаю, вы успеете. Семенович вас сейчас домчит. Ладно, пойдемте, мы вас отвезем. Простите, Дмитрий Владимирович, спасибо. Пойдемте. Ну зачем ты влезла? Она должна была слышать только мой голос. Я ее специально сюда притащила вообще правдами и неправдами. Но она бы больше все равно ничего не сказала. А так, мы по крайней мере знаем, что повязку делал профессионал. Значит, нам нужно отшерстить госпитали, больницы, трампунты. Стой! остановитесь. Уже ничего не исправить. Не ищите убийцу. Оля, что с тобой? Я видела Зину. Она не хочет, чтобы мы искали убийцу. Ну привет. У тебя глюки. Мы должны расследование прекращать, что ли? Ты с ума сошла? Как же так? Почему? Оля, ты куда? Смотрите. Мы проверили всех, кто был в библиотеке. Никто из них не виноват в смерти Зины. Вы ошиблись. Да что ж вы такое говорите-то? Что ж, по-вашему, стеллаж сам упал, что ли? Успокойтесь. Ее кто-то хотел убить, да. Но она почему-то выгораживала убийцу. Что она боялась? Или, может быть, это был близкий человек? Хоть какие-то соображения есть у вас? Не знаю. Уж если так, то скорее второе. Так. Она всегда всех оправдывала. Особенно своего бывшего. Книгу не оценили, так это критики виноваты. Стоп, стоп, стоп. Что за бывшие, что за книги? Жених. Писатель-графоман. Тропов его фамилия названила постоянно Зиночке. Зиночка, помоги, Зиночка, спаси. Даже книжка его выставляла в библиотеке. Толкота. Вы его не подозревали? Кого? Тропова? Да вы что, он без Зиночки удавится. Хотя, я даже и не думал. Неужели он мог? Как его найти? Сейчас вспомню адрес. Мы как-то с Зиной привозили к нему нарколога выводить из запоя. Записывайте адрес. Тащи сюда, тащи туда. Жить в это все. Толку больше. Так. Ой, Гриш, дай-ка гляну. А что ищешь? Этот, книги Тропова. Нету у тебя, они попадались. Момент. А ну. Ага. Единственное, нормальные все эти скукоты. Я возьму, по дороге почитаю. Ага. Только с возвратом. Павел. Павел. Павел, вы дома? Павел. Тропов. Павел. 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 Как вы себя чувствуете? Ты. Я. Помогите! Помоги ее! Николай захватывает сотрудников библиотеки в заложники, пытаясь выяснить причину гибели беременной невесты Зины. Свои приходят к выводу, что Зину хотели убить, но у всех подозреваемых алиби. Видение метелицы наталкивает ее на мысль, что Зина специально покрывала преступника. Возможно, это был близкий ей человек. Подождите. Что вы делаете? Давайте поговорим. Я из полиции. У меня документы в сумочке. Ну, посмотрите сами. Знаю я, знаю, что ты из полиции, ведьма. Мне еще несколько поколений потомков спасибо скажут. За что? За то, что рога тебе отпилил. Ведьма! Руки! Отойди от нее! Я же ради людей стараюсь, чтобы больше никто не пострадал! Ты как? Нормально. Лицом в сыне. Быстро! Мне там осталось один рог-то допилить. Белочку свою будешь допиливать, понял? Сидеть. Вы не верите? Посмотрите там, в компе она ведьма! Ты чего сюда вообще одна поперлась, а? Не могла Семеновича с собой взять? Он же с Ланой поехал. Как ты меня вообще нашла? С Николаем поговорим. Понятно теперь, почему он про рога запел. А ты знаешь, что ты, оказывается, силой мысли можешь внушать подписывать признательные показания. Чего? Стоять написано. Угадай, кем? Екатерина. Да, Дмитрий Владимирович, в ваших переговорах со СМИ явно что-то пошло не так. Но хуже всего, что люди в это верят и делают репосты. Осторожно, в Альбурге работает ведьма. Слухи о том, что... Ника! Заблокируй, пожалуйста, блог этой так называемой журналистки, а? С удовольствием. А без рогов и правда легче голове. Спасибо вам большое. Не издевайтесь. Мне сейчас так плохо, голова раскалывается. Да. В таком состоянии, наверное, не то что рога, а какой-нибудь стеллаж можно уронить. Стеллаж? Вы о чем? Где вы были в тот день, когда умерла Зина? Да я про сегодня-то не все помню. То есть алиби у вас нет? Вот вы куда клоните. Да я Зину любил. Всегда. Звонил. Ревновал. Следил. Но что побивать? Да мне без нее и жить-то не хочется. А следили за чем? Хотел на измене поймать, чтобы она от Николая ко мне вернулась. Но ничего такого. Хотя, был один хмырь молодой. Зина ему зачем-то деньги давала. Но они даже не целовались. Странно, да? Очень странно. Так, мне нужно ваше начальство. Э, начальство где? Зачем вы заблокировали мой блог? Девушка, ну вам хотя бы блог, а Гриша, он целую личность. Есть у нас тут одна ведьма штатная. Так вот ей что блог заблокировать, что личность. А он просто поздороваться забыл. Да что, покормить забыл? Гриша, ешь. Жевать не забывай. Вот так. Я проверила всех, кто обращался с травмой правой лодыжки в больнице. Список внушительный, но одна фамилия есть. Да я угадаю. Костя Иванов? Ты откуда? Что опять видение? Я составила список всех близких, Зины и Николая. Но она же почему-то убийцу покрывает, даже после смерти. А Костя это первый сын Николая. Ну в любом случае, проверить его нужно. Мне номер дали в регистратуре. А ты, я тоже одну штуку проверю. Это он? Да, это ему Зина деньги давала. Константин, Иванов, присаживайтесь. Вы звонили, это что-то по поводу моего отца? И да, и нет. А при чем тут моя травма ноги? Это было месяц назад. Вот именно. Как вы ее получили? Не в библиотеке случайно? Вы думаете, мне книга ногу проломила? А я смотрю, вам очень смешно. Тогда у меня тоже к вам один вопрос. Зачем вам Зина давала деньги? Есть свидетели. И медсестра в больнице вас опознала. Чистосердечная? Запишите, что я пришел. Я в Касповинной. Это же скостит срок. Торг и я в Касповинной разные вещи. Я ее не убивал. Это случайность. Я только хотел книги украсть, коллекционные. Их можно было выгодно продать. У меня больше нет. Зарплату у библиотекаря, сам понимаешь. И вообще, отец против того, чтобы себя спонсировать. Меня на счетчик поставили, я весь в долгах. Ладно, извини. У меня завтра выставка старинных коллекционных книг, а у меня ничего не готово. Я вытащил ключи из сумочки Зины и сделал дубликат. Поздно вечером я пришел в библиотеку. Я думал, там никого нет. Коллекционные книги ищешь? Зря. Их только завтра привезут. Тебя камера записала. Записи на компе охранника. Я вынуждена позвонить полицию. Зину, умоляю, не надо. Мы разобьем камеру. Ага. И повесят все на меня, да? Я удалил записи с компьютера и сломал камеру. Я думал, она умерла. Тут это и удивился, да? Оставил беременную женщину истекать кровью. Что было в больнице? Я просто поговорил с ней. Ты шутишь сейчас? Ты шел ее убивать? Так иди и докажи это. Костя, Костя, ты что? Я же про тебя ничего не сказала. Батя, въедливый, сегодня не сказала, завтра передумаешь. Он ее подушкой хотел. Никакой тебе 61-й статьи и никаких смягчающих вину обстоятельств. Вы нашли Тропова? Это он? Он убил? Я его задушу собственными руками, когда выйду. Это не он. А кто? Ладно, все равно, вы знаете. Это ваш сын. Этого не может быть. Это неправда. Это не может быть. Мне очень жаль. Коллеги! Коллеги! Вы видели? Екатерина написала опровержение. Мы теперь самые лучшие сыщики. Кто бы сомневался. Вот, смотрите. Ну что, Гриша, это все благодаря тебе. В театральной будешь поступать? Гриша заблокирован. Гриша на службе поступать никуда не будет. Мы ваше будущее. Мы вас захватим. Жалкие человечки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова